Здравствуйте, это программа Город Эсси, я Елена Чернявская. Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе и дети. Несоблуждение правил безопасности на водных объектах данный период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать несчастного случая, родителям необходимо уделять внимание своим детям. Какие последствия это может за собой повлечь, я узнаю у моих гостей в студии. Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления ВДР на транспорте. И Макова Юлия, помощник Кубышского транспортного прокурора, юрист первого класса. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, встречаемся, как всегда, по теме. К сожалению, темы не совсем радостные, но предупредить нужно. Алла Альбертовна, вот снова говорим о важности осторожного поведения на льду. Совсем недавно произошел случай, который мог обернуться трагедией. Расскажите подробности. 10 февраля, в четверг, двое мальчишек, 13 лет, хорошие мальчики, с хороших семей, решили пойти погулять. Но не просто погулять, а как их родители говорят, как сойдутся вместе, так обязательно найдут приключения. Решили пойти по Волге на противоположный берег. Несмотря на то, что под ногами хлюпала вода, что были трещины, что были промоины, мальчишки шли. Шли упорно, дошли почти до середины Волги. Вот тут-то и произошло несчастье. Один из мальчишек, по свидетельству второго, пропал, исчез на глазах. И он тут до него доходит, что он просто провалился. И все тишина, он видит, его не видно мальчика. То есть он бьется головой о лед, его начало сносить течением. Мальчишка второй, да, я считаю, может быть, он совершил героический поступок. Но опять же, это же было так сопряжено с опасностью. Он подбежал, подполз к краю льдины и схватил его за ногу, который торчал, и подтянул к себе. Тот стал хвататься руками за льдину, за край, и даже говорил, что я боялся, что сейчас льдина начнет обламываться. И я, и второй мальчик, мы уйдем под воду. Но они прекрасно осознавали, что если они уйдут под воду, они погибнут. То есть мальчишка вытащил своего друга, не убежал, и они переоделись в том плане, что этот снял с себя мокрые одежды. А когда он его вытаскивал, у него по плечи, руки он опускал в воду, то есть он тоже весь мокрый был. Дал ему свою куртку, куртка относительно сухая, а тот совершенно насквозь мокрый. И они пошли, как могли быстро, но быстро не пойдешь, во-первых, лед, во-вторых, вот эти щели. А вспомните, в четверг, какая непогода была, и снег, и ветер. И если бы, не дай бог, они дошли бы до противоположного берега и пошли бы назад в темноте, ну, не минуемо. Не избежать бы трагедии было, конечно. Не избежать бы трагедии. Сколько лет было мальчикам? По 13 мальчишкам, они маленькие, маленькие дети еще, у которых еще, ну, хочется поиграть, хочется погулять, хочется каких-то острых ощущений. Вот они их нашли. Вот я не побоюсь этого слова сказать, смерть поцеловала прям в лоб этих мальчишек. Ладно, на берегу оказался парень молодой, спасибо ему, мы не знаем, кто этот мужчина. Он взял их прямо за шиворот и отвел в ближайшее здание. Там оказалась глазная клиника на Волжском проспекте. Сотрудники клиники раздели их, растерли, укрыли одеялами, дали горячего чая, позвонили родителям и в скорую помощь. Да, удалось избежать трагедии. Но вот когда мама приехала, одного из мальчиков, она говорит, я думала, что это мой провалился. Потому что он лежал зеленого цвета, его тошнило, рвало в глазах, как он говорил. Ну, шок, конечно, испытали дети шок. Они испытали шок. Что первый, что второй. Они испытали действительно шок, страшный шок. Можно было бы этой трагедии избежать. Когда пошли в семью, мальчишка, который провалился, смело говорит в присутствии мамы. А мама мне никогда не говорила, что нельзя ходить на Волгу. Мама говорит, как же не говорила? Говорила, нет, я и в прошлом году ходил, в феврале. Мы гуляли, так же ходили за Волгой. Нет, мама, если бы ты мне сказал, я не пошел. То есть, то ли хитрит, то ли изворачивается. Но факт тот, что действительно должной работы не было проведено с детьми. Если бы только... И представляете, где бы мы их искали, если бы трагедия произошла? Мы бы их не нашли. Вот в чем страшно. И вот они идут, это или детская беспечность. Ну и вот мое глубокое убеждение, что все детские несчастья происходят из-за нашей родительской невнимательности. Невнимательности взрослых. Ну были же там взрослые люди на берегу кто-то. Ну нельзя же, можно же было окрикнуть, сказать, мальчики, вы куда? Или позвонить заранее. Там МЧС, полиция, чтобы их удалили. Равнодушная позиция. Да, равнодушная позиция, вот что. Да, Юлия Альбертовна, я попрошу также высказать свое мнение касательно этого случая. И скажите, пожалуйста, вот как-то прокуратура реагирует на подобные вещи? И что вы делаете, что вы предпринимаете? Ну, вы знаете, мы совместно с сотрудниками полиции проводим рейды. Как мы с вами уже неоднократно обсуждали, что мы рейды проводим на железнодорожных путях также и на водной акватории. Также проводятся разъяснительные беседы в школах, проводятся разъяснительные беседы в близлежащих учебных заведениях о том, что все-таки необходимо самим детям соблюдать как бы правила безопасности нахождения на объектах повышенной опасности, будь то водная акватория, либо железнодорожные пути. Также как бы проводятся разъяснения с родителями, выходы в близлежащие дома, разъяснения тоже, беседы с родителями. Также проводится профилактика девиантного поведения подростков. Ну и как бы вот еще, вы знаете, хотелось бы отметить то, что родители почему-то считают, что если, допустим, они развелись между собой, то, допустим, папа уже считает, что он не несет абсолютно никакой ответственности за воспитание сына либо дочери. Так вот у нас главой 12-й семейного кодекса чутко предусмотрен, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Вот. И также еще хочется отметить, что не только родители несут ответственность по статье вот 5.35 кодекса административных правонарушений, но также это и несут ответственность и усыновители, также несут ответственность опекуны. То есть как бы взрослые должны понимать, что своим безответственным поведением они не только угрожают и ставят в опасность жизнь своих собственных детей, но и как бы нарушают принципы кодекса административных правонарушений Российской Федерации. В продолжение этого случая, Алла Альбертовна, вот вам сразу сообщили об этом происшествии. Какие действия предпринимаете вы? Понятно, что вы сходили в семью, поговорили. И опять же понятно, что ваши сотрудники круглосуточно дежурить на той же береговой линии Волги не могут. Но ведь как-то все-таки общество, мы должны предотвращать вот такие подобные случаи. Конечно. Во-первых, да, у нас сейчас пандемия немножко усложнила нашу задачу. Свободно ходить в школу и проводить беседы мы не можем. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, пандемия есть пандемия. Но мы вышли, нашли выход из положения. Ну, то, что вот ранее мы рассказывали, это на сайте Министерства образования, Департамента образования, фильмы, мультфильмы на все категории. Мы даже их сейчас рекомендовали для семейного домашнего просмотра. Их там большое количество. Можно посмотреть, можно обсудить. Буквально на этой неделе, в тот же четверг, пробно мы провели совместно с железнодорожниками онлайн-уроки на Кинель. То есть у нас есть вагон специализированный, вагон по профилактике правонарушения у железнодорожников. И оттуда мы вещали, пробно, две школы. Одиннадцатая и третья школа. В одной из школ, в третьей школе, там были старшеклассники. Они были все в школе, в разных классах сидели. То есть мы с ними беседовали. А в другом случае дети были маленькие. Шестой, седьмой класс. Это как раз вот этот возраст, о котором мы говорим. Да, они все находились... Возраст переходный. Да. Тринадцать лет. И особенно мальчики, ну если так уж хочется пройтись по Волге, выйти на лед. Но ведь есть какие-то безопасные случаи, да? Как это можно сделать? Ну, сядьте вы в судно на воздушной подушке. Родители, да прокатитесь с ними, да покажите им. Ради бога. Ну, вы знаете, зря вы говорите только про мальчиков. Вот девочки нам, ну не меньше хлопот доставляют. Вот не меньше. А может даже порой и больше. Поэтому одинаково. Что мальчики, что девочки. И что я хочу сказать. Вот эти уроки провели вплоть до того, что тренер детско-юношеской спортивной школы номер один, у него дети едут на соревнования. В Москву нас тоже пригласил провести с детьми беседу о правилах поведения на железной дороге. И пути следования. Посадка, высадка. Молодец. Дети тоже маленькие, 12-13 лет. Это с этим возрастом надо говорить. Мы привыкли, что мы общаемся с родителями, мы привыкли, что мы общаемся со старшими 16-17 лет. А про этот возраст самый-самый шебутной. Иногда как-то забываем. Вот особое внимание им сейчас надо, особое. И вот я хочу сказать, что когда мы онлайн-урок проводили с маленькими детьми 6-7 класс, дома присутствовали мамы, папы, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. То есть получилось как мини-родительское собрание. И мы по ходу немножко перестроились, рассказали о правилах поведения, рассказали о последствиях, о том, за что на учет ставят. А потом мы рассказали как раз о том, какую ответственность несут родители. Да, при детях мы рассказали. Да, родителям. Да, слушали внимательно. Может быть, они это впервые услышали. Но о том, что именно родители несут ответственность. И мамы, и папы. В равной мере. Даже если папа в семье не живет. Вот не живет он в семье. Он еще больше несет ответственность. Почему? Потому что, ну как так можно забыть о своей дочке или о своем сыне? И чем он там занимается? Папе совершенно неинтересно. У него другая семья, другие интересы. Нет, дети есть дети. Это супруги разводятся, а с детьми развестись невозможно. И что я хочу сказать. Вот мы рейды на этой неделе проводили трижды. В двух случаях, ну, вопиющие случаи. Мама с коляской. Знаете, вот такие колясочки-саночки. То полозья, то колесики. Ну как можно через пути с этой колясочкой, с 8-месячным ребеночком переходить? И как раз в том месте, где интенсивное движение пассажирских поездов, электричек, где идет формирование составов. А мама идет, задерживает, улыбается. Да я всегда здесь хожу. Ну что случится? Я же смотрю направо, смотрю налево. Мамочка, вы не увидите, вы не услышите. Вы потом всю жизнь себя казнить будете? Не дай бог, что-то произойдет с вами или с вашим ребенком. Мы ей рассказали, как мамочка побежала за хлебом в частном секторе, а ребеночек полуторагодовалый, который только научился ходить, поковылял за ней. И поездом его снесло. Тут и слезы. Я не думал, я не ожидала. Мамочка, всегда надо думать. Ваш маленький ребенок, он зависит от вас. Он полностью в вашей власти. Вот как вы будете себя вести, так и будет жизнь ребенка проходить. На другой случай, ну это уже у нас по осени было, когда две мамочки с колясками прогулочными под поездом пролазили. Вот такого крика и такого мата я никогда не слышала. Что вы ходите, вы что к нам пристали, да зачем позвали своих мужей. Ну понимаете, люди не понимают, не осознают, что это опасность. Мало того, вы свою жизнь подвергаете опасности. Уважаемые родители, вы поступаете в сто раз хуже. Вы детскую жизнь подвергаете опасности. И тем самым еще подаете совсем неположительный пример подросткам. К примеру, который наблюдает за такими действиями и скажет, но они же взрослые, они же переходят, им не можно. Юлия Альбертовна, я попрошу вас привести вот такие еще показательные примеры. И все-таки вот Алла Альбертовна говорила об ответственности. А если говорить все-таки в цифрах, какая ответственность наступает за такие, я не побоюсь этого слова злодеяния. Ну а как еще название? Ну вот, посмотрите, по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителям своей или иными законными представителями, обязанности по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав, интересность несовершеннолетних, ведь счет предупреждения, либо наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Можно пересмотреть норму, но ведь не большие деньги. Уже от 4 до 5 тысяч рублей. Вы знаете, и то, что у нас получается, и переход прутей в неустановленном месте, то же самое, то же самое, 100 рублей штрафа. Видимо, действительно, слишком мягкие санкции у данных статей. Тем более, то, что действительно жизнь детей ставится под угрозу. Детям подается ненадлежащий пример вообще поведения. Ну вот, кстати, мы говорим о нахождении на льду, о неправильном переходе на железнодорожных путях. А ведь вы не обращали внимания, когда тоже такие, скажем, ну, невнимательные, что ли, или, может быть, не осознают в полной мере родителей детей на плюшках перевозят через дорогу, когда едут автомобили. Это вообще ужас. Вот я останавливаюсь и говорю, вот что вы делаете? Вот одно неловкое движение ребенок упал, все, автомобиль, опять же, трагедия. Ну вот это же ведь тоже нарушение, и об этом тоже нужно говорить. Конечно, и об этом нужно говорить. И, понимаете, родители не понимают, не осознают опасности. Они при ребенке, ну как так, при моем ребенке мне сделали замечание, они хрохорятся, да мы, да ничего с моим ребенком не случится. И ребенок-то как губка это все впитывает. И вот с этими ватрушками очень страшно, сколько детей гибнет, сколько расшибается, не только детей, и взрослых. Но вот и ныне там. И ватрушки в любом размере, в любом количестве, в любой конфигурации продаются свободно. То есть раз есть спрос, значит, есть и предложение. Специальных мест для катания на ватрушек нет. Это горы, где-то такие стихийные, где-то во дворах, где-то, ну, где возвышенности. Специально накатанные, да? Да. Нет, можно кататься, Алла Альберта, это развлечение, детские забавы, зима все это понятно. Но специально в месте отведенном. Ну, аккуратно. Аккуратно. Есть специально отведенные детства. Да, специально отведенные в безопасности. Потому что ты с одним весом проехал, остановился ближе, с другим весом ты остановился дальше. У нас сколько было случаев, когда катались на площади Славы и вылетали на Волжский проспект на этих ватрушках. Да, 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 да. Давайте еще дальше продолжим наш разговор. Какие еще примеры, вот такие показательные можете привести, которые случились, ну, вот с начала осенне-зимнего периода? Ну, скажем так, когда родители переводят детей в неположенном месте, вот приехала электричка на платформу Самара. Есть прекрасный переход, есть подземный переход, можно через мост перейти. Начало учебного дня. То есть, где-то мама одна везет нескольких детей в школу. Ну, потому что там нет школы с поселки. И вот она с платформы сама спрыгивает и по одному вот так деток принимает. Вы понимаете, там может подойти электричка. Опять же, формирование состава идет, там множество путей. Там можно не понять, откуда, что и как. И поезд, извините, у него от одного километра тормозной путь. Вот это вот прям бич. Проводим с родителями беседу. Особенно с одной рьяной мамой была. Ну, вроде как мы ее научили. Все, она сейчас ходит по пешеходному мосту и даже нам рукой вот так машет. Типа, вот я какая. Что еще хочу сказать? Вот про мальчишек и девчонок-студентов первых курсов, которые к нам приехали с разных городов и вести, которые приехали учиться. Железнодорожники, ну, какие только переходы им не сделали. Ну, новомодные, ну и с резиновым покрытием, и с вот этой змейкой, и звуковые. Все есть. Но, опять же, пришла электричка, мы попрыгали с нее и через пути понеслись без всякого перехода в свое учебное заведение. Ребят, ну, нельзя так делать. Ну, вы же останетесь без ног, без рук. Беседовали с родителями. Но, опять же, вот как не выйдешь в рейд, обязательно два-три человека попадутся. Что говорят, Алла Альбертовна? Быстрее хотел. Хотел быстрее, но ты никуда не опаздываешь. Электричка пришла. Ну, если опоздаешь на пять минут, ну, что тебя там, убьют или расстреляют? Ну, все спокойно идут. Вот вы одинаково, что ты перебежал здесь пути, споткнулся, 50 раз упал, что дети перешли нормально через переход. Ну, какая разница? Экстрим. Бежать, глаза вылупив, неизвестно направление. Вот просто бежать. Вот есть такое вот желание. Но потом же зимой это же и гололед, и снегопад. Конечно, конечно. Можно получить серьезную травму. Упасть и обрельцы, те же, поудариться головой. Вывернуть ногу. Сломать ногу или руку. Запросто все это можно. Но мы хотим экстрима. Юлия Альбертовна, можете озвучить сейчас статистику за шесть месяцев этого и прошлого года, сколько нарушений подростков удалось выявить? У нас, смотрите, статистику в целом я вам не озвучу. Но вот конкретно по... Вот сейчас Алла Альбертовна приводила пример именно, где вот мамочку с восьмимесячным ребенком вот в коляске. То есть вот смотрите, всего вот именно на станции, это станция Средневоложская у нас была, было составлено семь протоколов. Из них как раз-таки, ну, четыре протокола по переходу путей в неположенном месте. И как раз-таки три протокола было составлено по 3.35 кодекса административных правонарушений. Это как раз-таки уже составлено на родителей. Возвращаясь к теме тонкого льда, мы сегодня заявили ее как главную. Вот все-таки, знаете, недавно услышала мнение рыбака, да что, наступили морозы, в некоторых местах лед достиг уже 10 сантиметров, но вот все равно же ведь лед опасен. Опять же, вот рыбаки сидят, тоже пример подают. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот сейчас уже через две недели весна, сейчас вообще категорически не советуете выходить в лед? Да, уже все, уже нельзя выходить. Во-первых, мальчики даже рассказывали, они шли, под ногами была вода. Раз вода, значит, это трещины, раз много промоен, значит, это уже опасно. Вот так и получилось. Пошел снег, все эти трещины запорошило, и он не видел. Он встал, а все-таки 13 лет он уже крупный мальчик, и он просто исчез. Раз, и его нет, как говорит его товарищ. Ни в коем случае нельзя сейчас уже ходить. Особенно, вы понимаете, там телефон не ловит. Мальчишка бы на помощь никого не позвал бы, вот второй. Никого нет, никто бы не увидел, потому что остальные люди там не ходят. И они просто один на один с бедой оказались. Глаза в глаза с этой смертью, с этим несчастьем. И вот, ну, я не знаю, бог макушечку поцеловал, что вот их спасены они. Для родителей это страшный урок, для детей страшный урок. Ну, надо, чтобы дети учились на ошибках других, а не на своих. Поэтому мы об этом будем говорить. Будем говорить в школе, будем говорить в Министерстве образования. Там пройдет с директорами школ средств. Да, вот я как раз хотела спросить, последствия какие-то будут? В обязательном порядке, конечно. В общественном плане. Конечно. Это надо придавать огласке. Почему? Потому что, чтобы дети знали, и родители особенно знали, что где гуляют их дети, как надо за ними смотреть. Да вообще, ну, пусть вы дома там не нажалили пирогов, не намыли полы. Ну, возьмите его в субботу всей семьей и сходите куда-то, прокатитесь на воздушной подушке за Волгу. Может, ребенок это будет вспоминать всю оставшуюся жизнь, как он с вами съездил. Да заинтересуйте его. Возьмите его товарищей. С родителями скиньтесь и съездите. Почему? Потому что надо жить интересным ребенком. Надо знать, что он хочет, куда он хочет. Ну, сходите с ним куда-то. Просто погуляйте. Сходите в лес на лыжах. Он может не кататься, но потом это ему так понравилось, что он, повторяю, будет вспоминать всю оставшуюся жизнь, как с мамой и с папой. Они ходили, и этот горячий чай, и как было замечательно. То есть, ну, будьте, вы с детьми больше времени проводите. А вот я сейчас хочу спросить вас, ну, наверное, не только как специалистов, а вот как женщин, как мам. А вот скажите, пожалуйста, вот за такие правильности, как вы считаете, нужно наказывать детей? Я считаю, что в той или иной мере надо наказывать. Надо, надо. Потому что это их бесшабашность. Наказывать, да. Вот мамы, в данном случае, мамы запретили им вместе дружить. Все, говорят, в школе вы общаетесь, все. А вместе куда-то вы больше не ходите. Это тоже наказание. Почему? Потому что, и они прям по пальцам стали переследовать. Вот тогда-то с вами то произошло, вот тогда-то вы туда-то уехали без спроса. Ну, какие-то родители сами знают, как наказать своего ребенка. Я считаю, что надо наказать. Даже общественное порицание, это тоже есть наказание, согласитесь. Оно может даже больше, чем какой-то там протокол. Когда вот пришли, и вот ему сказали, ты знаешь, вот есть такой вот отец скажет, какой у меня сын с гордостью. Или скажет, ах, какой у меня сын. Вот чувствуешь разницу, я всегда так детям говорю. Вот надо, чтобы отец и мать тобой гордились. Надо, чтобы ты был действительно их надеждой, опор, ты их был гордостью. Чтобы никто не посмел родителям сказать, что вы плохой отец или вы плохая мать. Что вы недостойно воспитываете своего ребенка. Это даже вот может быть большее влияние имеет. Вот такое вот общественное какое-то. Как считаете? Не знаю, я в категоричной форме вообще против наказания детей. Даже за такие проступки, как бы. Если мой ребенок как-то неправильно себя повел, все-таки это, наверное, больше моя вина, чем ребенка. И поэтому каждый день я говорю, объясняю, видишь, буксует машина, не надо подходить. Подошел ты к пешеходному переходу, посмотри, убедись, видит себя водитель или нет. Ну, может быть, стать плохо с сердцем. Он отвлекся. Ему кто-то позвонил по телефону, посмотри. То есть, как бы, мы сами должны, как бы, детям объяснять, чтобы они вели себя подобающим образом, тем более, вот, возле источников повышенной опасности. Объяснять, да, обязательно. Я с вами согласна. И даже если живешь, к примеру, не вблизи железной дороги или не вблизи к водоему, все равно, мало ли, в какой ситуации окажется ребенок старше, когда уже не будет, к примеру, родителей рядом, вот, в такой близости. Да, он будет помнить, наверное, вспоминать, что, да, ведь мне говорили, предупреждали, что нельзя, это опасно. Ну, вот, еще раз к этому возвращаясь, как все-таки вот внушить ребенку, что это место действительно повышенной опасности? Да, ну, любыми методами. Главное, чтобы до него дошло, до ребенка. То ли ты в классе рассказываешь, то ли ты отдельно, то ли мама с папой. Ну, понимаете, всегда должно быть, делай, как я. Вот мама с папой, как они поступают, так ребенок и будет поступать. Мы, славяне, у нас такой принцип, как вот было, подчинение младшему, старшему. Возьмите за руку ребенка, пройдите вот сейчас по весне, вот весь путь от школы до дома или где-то, и поясните ему, он еще маленький, как и где, и почему мы будем себя так вести. Даже пример привести. Ты вот видишь, как вот идет женщина с ребенком, ведь это очень опасно, правильно ведь? Поговорить с ним по-хорошему, по-человечески, как со взрослым, тоже имеет действие. Наушники, капюшоны, давайте, вот только лишь мы с вами встретились, давайте все равно мы об этом поговорим, оговорим и напомним правила поведения, ведь зачастую, да, ну, это как банальность, капюшон или вот наушники, а сейчас дети, в основном все слушают музыку через наушники, это тоже может быть причиной несчастного случая. Вы знаете, я, допустим, своим детям запретила выходить на улицу в наушниках, то есть хочешь слушать музыку в наушниках, сиди дома, слушай, по улице будь добр, иди с открытыми ушами, Вот, кстати, как вариант, вот как вариант, да, запрет, нельзя, опасно. На улицу нельзя ходить в наушниках, я больше скажу, у нас 90% несчастных случаев на железной дороге с детьми, это в наушники и капюшоны, да даже, мне кажется, больше, 99% практически, наушник и капюшон. Могу пример привести, правда, не совсем наш регион, вот, ну, как бы мы владеем практикой наших коллег из других регионов. Молодой человек, 15 лет, оборудованный железнодорожный пешеходный переход со змейкой, он его сбоку объехал и в капюшоне, несмотря прямо на велосипеде, и поехал, в результате чего и был сбит подвижным составом. Ну, благо, что скорость была небольшая, это было в границах станции, но все равно ребенок пострадал, как бы, все равно определенную вещь и плочью. Да у нас два года назад девчонка также пострадала на оборудованном переходе, шла в наушниках девочка, шла заниматься, она занималась в театральной студии, мечтала стать актрисой. Она шла в капюшоне, в наушниках, в капюшоне, машинист каких только сигналов ей не подавал. Женщина, там был охраняемый переезд, кричала, шумела, там... Ну, там суть-то была какая, она пересекла железнодорожный путь, перед ней проходил подвижной состав, он прошел, она начала пересекать железнодорожные пути, а с противоположной стороны, во встречном направлении шел еще грузовой поезд. И она даже не видела его, она даже не поняла, что с ней произошло. Даже вот не видел свою смерть. Звенела сигнализация. Наушники не дали услышать. Да, не услышали. Вот пример. Не хочется мне заканчивать программу на вот такой трагичной ноте. Давайте-ка все-таки несколько советов, практичных, дельных, важных детям, но, конечно, родителям. Вот еще раз скажу родителям, маленьких детей возьмите за руку и проведите до школы. Особенно, если у вас по пути есть проезжая часть, железная дорога, обговорите, почему именно так и а не иначе. Если вы идете с ребенком, ну это всегда надо соблюдать, но если вы идете с ребенком, только по правилам, только так, как положено, чтобы ребенок видел, что мама с папой образец, что они делают именно так, чтобы он знал, что именно так, беседы с детьми проводить, разъяснительного характера. Опять же, то, что я говорила, ну соберите друзей ребенка, посмотрите, как они общаются, куда они ходят, сходите с ними. Почему? Потому что вы сразу поймете место вашего ребенка в коллективе, какие у него трудности. Вы должны, повторяю, жить интересами ребенка. Ну и если вы едете в транспорте, вы обязательно, в железнодорожном, например, вы должны пояснить ребенку, прежде провести беседу. Не можете сами, пригласите нас в класс, и мы, вот как сделал тренер, мы расскажем и объясним, посадим, поможем, если это группа детей. И как надо себя вести. Почему? Потому что, когда ты предупрежден, когда ты знаешь, ты в безопасности. Ну и добавлю, вот, к всему сказанному Аллу Альбертовну, что все вот это повторять, 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 изо дня в день, ежедневно напоминать о том, что нужно быть очень внимательным на дорогах, на железных дорогах. Ни в коем случае не выходите на лед, тем более уж в отсутствие взрослых людей. Только все очень внимательно, очень аккуратно и осторожно. И, соответственно, естественно, своим примером показывают, что нельзя переходить на красный сигнал светофора, на том, что нельзя перебегать перед движущимся транспортом, неважно, автомобильным, либо железнодорожным. Все на своем примере. Под вагонами полазать. Да. Ну что же, спасибо вам большое. Я хочу вам сказать вот отдельную, высказать благодарность, в первую очередь за вашу неравнодушную позицию. Я думаю, что когда что-то случается, в этот раз вы пришли и рассказали, слава богу, это не обернулось вот такой глобальной трагедией, но вы не остались равнодушны. Вы пришли к нам в студию и рассказали, и, конечно же, вот ваши советы, я уверена, просто помогут и взрослым, и детям. Ну, а от себя хочу сказать, взрослые, не будьте равнодушными, ведь беспечность может обернуться трагедией. Помните об этом. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!